Привет, друзья! Сегодня просто какое-то невероятное событие произошло. Я с утра открыл почитать, посмотреть Зимбицкого. Он там общается в дуэте с Артёмом Нестеренко. Тема называется «Секреты продвижения». Я начинаю слушать и слышу вот это. Когда я услышал вот это, я просто офигел. Друзья мои, я реально офигел. Я просто не поверил своим ушам. Но давайте сначала послушаем сами. Послушайте сами, а потом я объясню вам, почему я от этого офигел. Ты сейчас занимаешься, собственно. Чем занимаешься? Чем я сейчас занимаюсь? Мы сейчас строим компанию номер один. Наша цель стать действительно компанией номер один по капитализации. Это платформа X100, в которой располагаются разные бренды, но с определенной поправочкой. Этот бренд можно мастабировать по всему миру. Я вас слышал платформу. И у нас сейчас есть рестораны быстрого обслуживания с доставкой, с самовывозом, пиццерии, хлебопекарни. И многие другие бизнесы, которые сейчас на платформу заходят. И салоны высоты, и перехватки. И я занимаюсь тем, что я готовлю консультантов, которые предоставляют информацию потенциальным инвесторам. Эти инвесторы, они могут быть как и уже профессиональные инвесторы. А также люди, которые понимают, что пенсии не будет, и надо как бы сформировать этот металл до 60 лет. Они потом будут хвататься за голову и думать, а как мне дальше жить? Только на ресурсы детей или нет? Мы отчасти меняем культуру финансовой грамотности. Она, к сожалению, на русское здешнее пространство отсутствует от слова совсем. То есть люди не думают о том, как они будут жить в 65, в 75 лет они живут здесь в час. На западе ты сам знаешь, что там люди очень хорошо думают с фондовым рынком. И вообще понимают направление как финансовая грамотность. У нас это... Финансовая грамотность. Работа очень много в русской азычном пространстве. Слушай, вот расскажи... Друзья мои, все, что будет дальше, это мое оценочное мнение, но все же... Иван, блядь! Иван, как ты смог? Я в тебя так верил! А ты зашкварился об инвест мошенников, как пограничник Абагафарова. Ты зашкварился об этого 100 инвест. Ну, блин! Ты же не дурак, ты же понимаешь, что надо гуглить, с кем ты общаешься. Это же разводилы! Да загугли просто, что такое 100 инвест. Фух, мне полегчало. Не, ну, ребята, на самом деле, ну, я так понимаю, Иван Зимбицкий не первый год в инфобизнесе, в бизнесе вообще. И вот общаться с таким контингентом, это, по сути, зашквар. Я не знаю, будет ли там дальше, я не дослушал. Будет ли там дальше пропаганда вкладывать, снести денежки в их 100? Ну, как так можно? Я не понимаю, у Зимбицкого, что ли, деньги кончились, что он начал продавать свою аудиторию инвест разводилам? Или как? Или он просто по глупости это сделал? Он тогда должен сразу же отписаться, что, извините, был дурак, неправ, не знал. Ну, он, конечно, там рассказывает о секретах продвижения, но какие секреты продвижения от человека, который собирает деньги от лохов? Ну, ладно, смотрите, я услышал два ключевых маркера. Платформа, платформа и пенсия, частные инвесторы, ага, частные лохи. Вот, но, ладно, я решил проверить в гугле, ну, что такое X100, да? И вот, что я нарыл. Вот, пожалуйста, X100, бывший All Unique Holding X100, Лохотрон, обман отзывы 13 ноября, вот их сайт, 100 инвест. И, кстати, кто владелец? Алекс Яновский. Украинец. Йо-йо-йо. Ну, вот тут у них этот сайт. Как-то, ну, это, наверное, не их сайт, а вот их. Вот тут я еще посомневался, это их платформа или нет, но в ролике Зимбитского говорится о Яновском. Ну, и тут общепит, это их, вот он, вот он их друг. Вот он этот наш друг, Алекс Яновский. Бизнесмен? Ёпта. Ладно, идем дальше. Где-то я вот видел, вот о чем они говорят, друзья мои. Вот этот, у них тут пропаганда их, Алекс Яновский рассказывает про... Там больше рентабельности, в недвижимости или в банк. Я вот здесь вот. У нас была где-то 50-100%. 50-100%? Тип инвесторов, это все остальные, их миллиарды. Их миллиарды инвесторов, да, все дураки, я умный. Миллиардов, потому что тех, подавляющее меньшинство предпринимателей, инвесторов и предпринимателей. Какие благородные лица? И они условно держат деньги в банке. Держат деньги в банке. Ну, если чуть-чуть напрягаются... Отдавайте мне, не держите деньги в банке, ебка. Еще непонятно, где там больше рентабельности, в недвижимости или в банке. Или в недвижимости, бля. В недвижимости тоже очень такая скучная, печальная рентабельность. И все, и нет других вариантов. Конечно, других вариантов нет. Только по 20% годовых Алекс Яновский несет на платформу, и что? А у него возможности вложить деньги, чтобы они достаточно быстро, начали расти. Достаточно быстро начали расти по 20% в годовых валюте. Они деньги начинают делать деньги. Естественно. Профессиональные инвесторы умеют там вкладывать 20%. А вы лохи не умеете неси влезать. Там деньги начинают сильно умножаться со временем по сложному проценту. То есть достигает состояние. У нас есть заработок, есть финансов. Так, друзья, возвращаясь к Ивану. Возвращаясь к Ивану. Иван, ну как ты мог? Ну как ты мог зашквариться об это дерьмо? Иван, пиши, что ты не знал. Что ты был не в курсе, что тебя наебали. Пиши, пока не поздно. Иначе ты уже не отмараешься от этого зашквара. Друг мой, украинский. Давай, я в тебя верю. Пока еще. Надеюсь, это твой последний зашквар. И всегда гугли, прежде чем с кем-то общаешься. Гугли, кого ты рекламируешь. Кого ты несешь в массы. Что за дерьмо ты льешь на уши людям. Ванюша, давай, я в тебя верю. Пока. Вот такие дела, ребята. Не, ну блин. Ну как он мог? Как он мог? Как Иван Зимбицкий мог зашквариться об такое вот? Ну я не понимаю. Ну вроде раньше за ним таких косяков не было. Это же сразу петушиный угол, ребята. Это как ягодичник будет. Ну что такое? Иван, ну ты еще не поздно тебе отмазаться. Ты разместил свое видео 22 февраля. Сегодня 23. День спустя. Пиши опровержение. Удаляй нахер это видео. Забывай ты про это инвестиционное хуйню. Я в тебя пока еще верю. Голд кощ в тебя еще пока верит. И все сообщество. Но вот это, блин, извини меня. Это зашквар.